Знают её как самого долгоправящего монарха и старейшего главу государства на планете. А какой она была на самом деле? Ревнивой женой, которая много лет терпела измены мужа и не могла развестись. Матерью и сестрой, которая разрушила счастье своих близких. Жестким и требовательным человеком, признающим жизнь только по протоколу. Принц Филип получил военное образование. Он был очень креативной и артистической личностью. Королева была совсем другой. За годы правления она превратилась из политической фигуры в светскую. Весь мир обсуждал её роскошные драгоценности и яркие наряды. Но изначально Елизавета II вообще не должна была стать королевой. В линии престола наследия первым человеком был как раз таки Эдвард. То есть на 1936 год Елизавета была третья в очереди. Её брак с принцем Филиппом считался образцово-показательным. Они прожили вместе 73 года. Но так ли идеальны были отношения супругов на самом деле? Многие утверждали, что Филипп начал изменять жене сразу после свадьбы. А его романтические похождения едва не погубили репутацию Виндзора. Когда я их наблюдал вместе, Елизавету II вместе с принцем Филиппом, я никогда не видел, чтобы у них какая-то нежность была. Королева стала для всего мира символом железной выдержки и хладнокровия. Но какой ценой это было достигнуто? Ради сохранения традиций она разрушила жизнь своей младшей сестры. И много лет не давала сыну жениться на его любимой женщине. Прекратить связь между Камиллой и Чарльзом любым способом. Таков был монарший план. Как бы ни старалась Елизавета, семья всё равно регулярно попадала в скандалы. В прессу просочились полные пикантности переговоры её старшего сына, будущего короля с любовницей. А среднего обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. У него была всегда плохая репутация. Начиная с самых малых лет он проявлял себя своевольным, беспечным и непослушным, избалованным ребёнком. Отличился и младший внук. Когда Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл и отказался от полномочий, британцы были в шоке. Но больше всех негодовала королева. Так вот это был посыл всему остальному миру, что в этой семье не так всё красиво и не так хорошо, как может быть кому-то кажется. Многие уверены, именно скандальное поведение родственников подкосило Елизавету. Удалось ли Гарри повериться с бабушкой перед её уходом? Правда, что незадолго до смерти королева собиралась подать на младшего внука в суд. Из-за чего многие считают, что Чарльз откажется от трона. Почему гроб с телом Елизаветы не хоронили 11 дней? И какие тайны скрывали британские монархи за воротами Букингемского дворца? Почему королева не могла навести порядок в собственной семье и считала развод позором? Что заставляло её терпеть измены мужа? Кого из родных Елизавета II ненавидела сильнее всего? И как она отомстила этому человеку? Эксклюзивное интервью однокурсника принца Уильяма. Правда ли у Кейт Миддлтон был план по соблазнению наследника престола? В какую сумму в стране обошлись похороны королев? И чем были недовольны британцы? 8 сентября 2022 года ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет. Похороны королевы британцы смотрели как телешоу или захватывающий блокбастер. Траурную церемонию показывали в кинотеатрах и транслировали в пабах. Посетители могли за пинтой пиво заодно глянуть, как провожают в последний путь их умершего монарха. Британский журналист Роман Штек специально для нашей программы снял эксклюзивные кадры с улиц Лондона. Похороны королевы Елизаветы II состоялись в Вестминцерском обадстве. Там прошла траурная служба, собралась вся семья. Из-за усиленной охраны подойти туда невозможно. Посмотрите, сколько людей вокруг. По сообщениям СМИ, траурные мероприятия и последующие протокольные процедуры для провозглашения нового короля обошлись британским властям в огромную сумму. Примерно 6 миллиардов фунтов стерлинга. В переводе на наши деньги почти триллион рублей. Многие граждане недовольны таким расточительством. Ведь цены на продукты и бензин растут каждый день. С октября счета за электроэнергию увеличатся на 80%. Также власти призвали британцев меньше стоять под душем из-за слишком дорогой воды. Букингемский дворец. Главная резиденция Виндзора. Подданные принесли сюда букеты и подарки в память об умершем монархе. Но многие удивились, что их так мало. Все помнят, сколько цветов было на площади после смерти принцессы Дианы. Целое море. Хотя леди Ди не правила страной 70 лет. Но зато она вошла в историю как королева людских сердец. Диана оказала огромное влияние на британское общество в целом и в некоторых областях на королевскую семью. Она освободила семью от клейма архаичности и подняла ее престиж. У Дианы были сложные отношения со Светронью. Особенно после развода принцессы с Чарльзом. Когда женщина дала откровенное интервью журналисту Мартину Баширу, королева была в ярости. Диана рассказала о несчастливых отношениях с Чарльзом и произнесла легендарную фразу. В этом браке нас было трое. Для Елизаветы, которая всю жизнь заботилась о чести короны, слова бывшей невестки стали пощечены. Диана не хотела вписываться в королевскую семью и навязывая ее праздник. Многие уверены, что в тот момент Елизавета возненавидела Диану. И когда принцесса разбилась в автокатастрофе в Парижском тоннеле, нашлись те, кто увидел в трагедии королевский след. Люди задавались вопросом, что если эта авария стала местью оскорбленной свекрови? Когда она умерла, королева была в своем замке Балмор. И сначала не было никакого отклика с ее стороны и со стороны семьи. Для людей это был удар. Почему нет реакции от королевской семьи? Все это до сих пор остается предположением. Официальных подтверждений нет. Но одно можно сказать точно. Королева слишком дорожила репутацией дома Виндзора, чтобы позволить изволять фамилию в грязи. И ради ее сохранения была готова на все. Елизавета родилась в семье герцога и герцоги Нью-Йоркски. Ее отец был младшим сыном короля Георга V, а потому не считался основным претендентом на престол. Когда Елизавете было всего восемь, она впервые увидела будущего мужа. Это произошло на свадьбе общеродственниц. Лилиба, как звали девочку близкие, и Филипп, были четвероюродными братом и сестрой. Как леди Ди отомстила королеве? И была ли на самом деле причастна глава государства гибели невестки? Как отреагировало ее величество на интимный скандал, в который попал ее сын? И что вынудило принца Гарри сбежать из королевского дворца? Личность установили? Убийца крайне чистоплотен. Никаких следов не оставляет. Остановить зло. Где вы были позапрошлой ночью? На кладбище. Либо через неделю кукольник у меня на столе, или я расформироваю вашу группу. Понять зло. Генетика скоро будет творить настоящие чудеса. О чем я рискую? Побочка есть у вашего препарата? Не дать злу. Себя поглотить. Спектакль начинается. Премьера. Кукольник. 30 сентября. В 19.45. Только на пятом. Известие главное. Завтра в полночь на пятом. Когда насморк снова и снова мешает плану, используйте спрей с океанической водой Аквалор. Ионы кальция и магния из океанической воды помогают очистить полость носа и вернуть комфортное дыхание. Аквалор. Дышите энергией океана. Все куплю на Озон. Куплю скидки. Тут уже я не пропущу распродажи. Тут что хочу схвачу. Хочу схвачу распродажи уже на Озон. Крупа гречневая у вилка в пакетах. Всего за 9 рублей. Ель для детской посуды и овощей за 69 рублей. Первооткрыватели, первонаходители, первополучатели, первоклассни вспыкатели. Покупайте новую технику в магазинах на Афито. Вещи, в которых вы будете первыми. Когда кажется, что все нервируют специально, мне нужен магнирод в оранжевой упаковке. Его особый магний хорошо усваивается, помогая успокаивать нервные клетки и требует в два раза меньше таблеток на курс. Магнирод. Верни в жизнь позитив. Расскажите о своей работе. Ну, карта. Ходишь на работу, и деньги тоже приходят. И, кстати, всегда вовремя. А вот и сейчас не вовремя. А деньги, да, вовремя. Собильно зарабатывать во вкусные точки. Можем устроить. Будьте уверены, что с кредитной сберкарты у вас самые выгодные условия. 120 дней без процентов. Бесплатное обслуживание навсегда. Ставка от 9,8%. Оформите онлайн или в отделении. Кредитная сберкарта. Самая выгодная в стране. Кальций Д3 Некомет Форте. Благодаря витамину Д3 кальций в составе препарата усваивается лучше и на разных этапах жизни укрепляет здоровье костей, волос, ногтей и зубов. Кальций важен всем на разных этапах жизни. Еще раз. Весь контент подписки Иви за 99 рублей, да? Все так мало-то? Ну, он только на мобильном. Я так смотрю тут на мобильном. Увидимся. Твой Иви. Анвимакс наносит мощный удар по симптомам и вирусам. Анвимакс содержит комплекс активных компонентов. И один может применяться вместо пяти препаратов. Анвимакс. Будь готов. Будь здоров. Все куплю на Озон. Куплю скидки. Тут уже я не пропущу распродажи. Тут что хочу, схвачу. Хочу-схвачу распродажи уже на Озон. Рис у Вилка в пакетах. Всего за 9 рублей. Мультипечь Синфер за 1999 рублей. Осторожно с тут универ. Эта неделя Бигфеста посвящается тем, за кого выбирали, как провести каникулы. Теперь выбираете вы. Четыре наггетса или два стрипса всего за 39 рублей. Только в приложении «Вкусно» и «Точка». Похоже, простуда. Запоминай ягодный морс. Чай с медом и имбирем. Останься дома. Измерти ператубу. Прими парацетамол реневал. Цитрамон. Пэ-реневал. Реневал. Мы доверяем реневал. Мы выбираем реневал. След премьера завтра в 19.30 на пятом. Елизавета и Филипп были родственниками, потому что у них была общая прабабушка, королева Виктория. Кстати, у них обоих были русские корни. Филипп приходился праправнукам императору Николаю I, а Елизавета двоюродной внучкой Николаю II. Но несмотря на это, она придерживалась жесткой позиции в отношении России. Эту предвзятость она пронесла через всю жизнь. В следующий раз они встретились на коронации Георга VI. отца Елизаветы. Он неожиданно стал королем после того, как его брат Эдуард VIII отрекся от престола ради женитьбы на разведенной американке Олис Симпсон. Эта история стала дерзким вызовом Виндзора. Члены семьи считали поступок Эдуарда предательством. У Олис Симпсон она была абсолютно нерукопожатной персоной. Как королева-мать, так и сама Елизавета II они очень пренебрежительно всегда называли ее не по имени, а исключительно использовали такую формулировку. Эта женщина. Историк Николай Полонский, член российского дворянского собрания, много лет занимается изучением мировых правящих династий, в том числе Виндзор. Никогда ранее в истории Великобритании ничего подобного не было, чтобы король, законный наследник, отрекался по собственной воле, да еще к тому же ради того, чтобы вступить в брак с женщиной, которая была дважды разведена до этого. Маленькая Елизавета не понимала, как можно променять корону на любовь. Но когда спустя много лет сама оказалась в похожей ситуации, буквально силой заставила семью принять ее выбор. Она все-таки вышла замуж за Филиппа, а вот своя сестры Маргарет и сына Чарльза не позволила заключить браки с телем, кого они любили. Однажды Елизаветы с сестрой Маргарет и родителями приехали с визитом в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, где учился принц Филипп Маунтбетом. Молодые люди посмотрели друг на друга другими глазами. После отъезда Лилибет между ними завязалась переписка. Принц Филипп был очень хорош с собой, очень красив. У него были светлые волосы и пронзительные голубые глаза. И она подумала, это мужчина, с которым я хочу провести остаток жизни. Бен Донкан, однокурсник принца Уильяма. После знакомства с наследником он так заинтересовался историей его семьи, что стал королевским биографом. В эксклюзивном интервью нашей программе Бен раскрыл секреты рода Виндзора. Сам Филипп и его семья, принц греческий Андрей, его отец, его мать, они были банкротами, у них не было денег. Родители были не в восторге от выбора дочери. Филипп хоть и был греческим принцем, но в изгнании. Когда мальчику было чуть больше года, в стране случился переворот, и его семья была вынуждена бежать во Францию. Вскоре родители разошлись. Отец погрузился в пучину случайных романов, а мать попала в психиатрическую лечебницу с диагнозом шизофрения. Журналист Василий Егоров, эксперт по британской политике и истории, рассказывает. Филипп был невыгодной партией для будущего монарха. Принц Филипп был скорее неровным. Да, у него там, понятно, по немецкой его линии, княжеские всякие там титулы, да, но это все-таки довольно низкая история. Но юная Елизавета так сильно любила своего жениха, что в итоге получила семейное благословение. 20 ноября 1947 года состоялась свадьба принцессы Елизаветы и Филиппа, которому король даровал титулы герцога Эденбургского, графа Мирянецкого и ворона Гринвичского. Невеста приобрела ткань для платья на скопленные продуктовые карточки, которые выдавал ей парламент и самостоятельно сделала себе макияж. Торт стал подарком от дружественных стран. Ингредиенты в прямом смысле собирали всем миром. Масло прислали из Новой Зеландии, фрукты из Австралии, муку из Канады, ром для пропитки из Ямайки. Важно помнить, что после Второй мировой войны все находились в тяжелом положении. Победа далась дорогой ценой. Промышленность была или разрушена, или находилась в тяжелом положении. Товары нельзя было просто купить. Через год после свадьбы у супругов родился сын Чарльз, потом дочь Анна. Семья часто ездила в зарубежные командировки. Во время визита в Кению в 1952 году они узнали страшную новость. Отец Елизаветы, король Георг VI, скоропостижно умер. Это означало, что Лилибет становится королевой. С того момента ее жизнь кардинально изменилась. Для нее это было, конечно, большое личное потрясение, потому что умер любимый отец. Она уезжала наследной принцессой, а вернулась с королевой. Вернулась уже в черном, в трауре. Елизавете было всего 25 лет, когда она взошла на трон. Жизнь девушки превратилась в бесконечную череду встреч и государственных визитов. А ее мужу пришлось оставить военную службу и принять, что отныне он всегда будет находиться в тени своей жены. Согласно протоколу, супруг всегда должен идти за монархом на расстоянии двух шагов. При королеве Виктории изначально было правильно, что принц Альберт следовал за три с половиной шага. Потом она приняла решение сократить дистанцию. Чуть больше двух шагов должно делять монарха от его второй половины. Королева, она на первых ролях всегда. А вот для Филиппа это уже более проблематичная ситуация. То есть вот как для мужчины быть вторым перед женщиной? После коронации в семье начались проблемы. Филипп хотел остаться в резиденции Кларенс Хаус. Но Елизавета практически насильно заставила мужа переехать во дворец. Также герцог настаивал, чтобы дети носили его фамилию. Однако это было невозможно. Я всего лишь чертова амеба. Я единственный человек в стране, которому запрещено передавать свое имя собственным детям. В итоге принц все-таки добился своего. Для Филиппа было важно, чтобы дети носили его фамилию. Для него было делом принципа отстоять свою мужскую позицию. Со стороны они казались идеальной парой. Но, как отмечают биографы, в семье часто возникали скандалы. Однажды Елизавета на глазах слух запустила в мужа теннисную ракетку. Они же ведь тоже люди, ко всему прочему, да? Наверняка были какие-то разговоры на повышенных тонах. Может быть, даже на определенные обиды, безусловно. Одной из главных причин постоянных ссор были слухи о неверности принца. Еще до жениху Филипп вместе с другом, фотографом Бэроном Нейхумом, организовал так называемый «Четверг-клуб». Они устраивали вечеринки, где аристократы и люди из высшего общества предавались любовному текам. Будущий муж королевы, Филипп, на светских приемах якобы подносил и уносил гостям напитки, причем был обнажен полностью. Отсюда и было дано прозвище «Горый официант». После свадьбы клуб назакрылся. Но, по мнению некоторых людей, принц продолжал вести разгульный образ жизни. Он был очень творческим и артистичным, тогда как королева была совсем другой в отношении характера. Она была очень размеренной, спокойной и даже безэмоциональной. Несмотря на выходки мужа, королева не допускала и мысли о расставании. Времена сильно отличались от сегодняшних. К тому же Британия еще не могла отойти от отречения Эдуарда VIII ради женитьбы на американке. При этом историки уверяют, Елизавета с большой вероятностью сама могла завести отношения на стороне. Ей приписывали продолжительный роман с менеджером по скачкам, лордом Порчестера. Королева ласково звала его Порчи и брала с собой в заграничные путешествия. Они якобы осматривали конные заводы. Что было на самом деле, остается только догадываться. Но есть мнение, что принц Эндрих на самом деле сын любителя лошадей Порчи. Все-таки это середина XX века. Различные слухи, сплетни, они не могут не ходить. Елизавета также была очень близка с главным конюхом дворца Патриком Пламкетом. Когда принц Филипп уезжал, королева часто проводила время в компании Патрика. Зато когда ее сестра, принцесса Маргарет, по иронии судьбы, влюбилась в бывшего конюха Питера Таунсенда, Елизавета была в ужасе. Мужчина был разведен, а по закону англиканской церкви разведенным нельзя было вступать в повторный брак. Елизавета, как правящий монарх и глава этой церкви, вполне могла изменить давно устаревшее правило. Но не стало. Репутация дороже всего, сказала она убитой горем сестре и отослала ее возлюбленного на службу за границу. Зачем Меган Маркл отобрали документы? Из-за чего на самом деле члены королевской семьи сбежали из дворца? Какие традиции были нарушены во время похорон Елизаветы Второй? Действительно ли новый король Карл Третий на самом деле не Карл? И почему он разозлился во время подписания документов о вступлении на престол? Члены королевской семьи многие века были обречены на несчастливые браки просто потому, что о любви речи не велось. Просто потому, что это выгодные партии. Вот так надо и будьте добры, так сделайте. Маргарет тяжело переживала разрыв спитера. Чтобы забыть Таунсенда, она вышла замуж за фотографа Тони Армстронда Джонса. Но брак не принес ей счастья. Женщина заглушала душевную боль алкоголя. Английская роза, как называли очаровательную принцессу в прессе, стремительно увидала. Она перенесла несколько инсультов и лишилась одного легкого. Маргарет умерла в 2002 году в полном одиночестве. Когда старший сын Елизаветы, принц Чарльз, заявил, что влюбился в дочь майора британской армии Камилу Шант, мать сразу сказала, свадьбы не будет. Ведь о многочисленных романах потенциальной невесты говорила все королевство. Такая девушка не может стать женой наследника престола. Королева посоветовала сыну присмотреться к Диане Спенса. Чарльз не смог пойти против матери и начал ухаживать за Дианой. Однако продолжал встречаться с Камилой. 29 июля 1981 года состоялась свадьба Чарльза и Диана, которая стала самой дорогой церемонией тех лет. Казна потратила более трех миллионов фунтов стерлинга. Одно лишь платье невесты с восьмиметровым шлейфом стоило 9 тысяч. После медового месяца молодожены поселились в Кенсингтонском дворце. Это улица, по которой свадебная процессия подъехала к главному ходу. За этой церемонией наблюдали сотни миллионов зрителей по всему миру, и это было потрясающе. Первый год Чарльз пытался играть роль примерного мужа и отца. Он радовался рождению сына Уильяма и скрывал связь с Камилой. Но однажды Диана все-таки узнала о неверности супруга. А вскоре об Эдультере Принцесс стало известно всему миру. В прессу попала запись телефонного разговора между любовниками. Пикантные подробности повергли чопорных британцев в шоу. Где бы ты хотел оказаться? Я бы хотел залезть к тебе в трусики. Я даже готов стать тампоном. Это было бы еще лучше. Пикантные подробности. Вскоре Принц решил выйти из тени и дал интервью, где рассказал о своем многолетнем романе с Камилой. На следующий день Диана пришла на благотворительное мероприятие в сексуальном черном платье с открытыми плечами. Платье мести – это платье, в котором была Диана при посещении галереи. Это был ответ на телеинтервью Чарльза, где он рассказал об отношениях на стороне, что было большой ошибкой. Снукшевательный наряд идеально подчеркивал фигуру принцессы, но в щепки разносил королевский дресс-код. Ведь по этикету черный цвет – символ скорби. На следующий день Букингемский дворец завалили письмами. Мы не знаем, что у вас произошло, но приносим свои искренние соболезнования. Так Диана похоронила свой брак. Королева Елизавета от этой выходки пришла в бешенство. Королева объясняла принцессе, что так делать нельзя, что таким бунтарским поведением ты обращаешь внимание всего мира на королевскую семью. Но Диане казалось, уже было все равно. Она понимала, что ее браку пришел конец и продолжала усугублять ситуацию. Именно тогда принцесса дала то самое скандальное интервью Мартину Башеру. Вскоре после этого последовал развод. А 1 августа 1997 года королева Сердец погибла в автокатастрофе в Парижском туннеле. Позади меня Вестминстерское аббатство – одно из самых узнаваемых исторических мест Лондона. Это совсем рядом с парламентом, Биг Беном и другими знаковыми местами. Это место тесно связано с королевской семьей. Здесь проводятся свадьбы, коронации, похороны. Здесь в 1997 году прощались с принцессой Дианой. Десятки тысяч людей наблюдали за траурной процессией принцем Чарльзом, с сестрами Дианы и ее детьми. Многие тогда обвиняли во всем королеву. Якобы она боялась, что принцесса продолжит давать интервью. Елизавета II считала, что ее главная задача – беречь династию Виндзора. Она всю жизнь работала над имиджем монархии не только в Соединенном Королевстве, но и за его пределами. Королева регулярно объезжала зарубежные государства с визитами, но почему-то не торопилась посещать Россию. Англия традиционно занимала одну из самых непримиримых позиций по отношению к нашей стране. Естественно, королева тоже поддерживала агрессивную риторику. Лишь в 1994 году ее самолет, наконец, приземлился в Москве. Фотограф Юрий Феклистов показывает уникальные кадры. Там вот у меня есть кадры, она смотрит «Царь колокол» по Кремлю, когда ее водили. Она в ярко-голубом пальто и в ярко-голубом головном уборе. То есть, ну, я думал, почему так ярко, вот, «вырви глаз», что называется. А потом я где-то прочитал, что это специально ее так надевали, чтобы среди вот толпы она выделялась, ее сразу видно. Елизавету и Филиппов встречал президент Борис Ельцин с женой на имя. Знакомство началось с конфуза. Борис Николаевич решил помочь иностранной гости снять пальто, что недопустимо по протоколу. Но королева вышла из ситуации и ловко увернулась. Все потом написали, что вот как он мог, там, королева должна сама протянуть руку, а он, ну, как мужчина, протянул. На протяжении двух дней Ельцин показывал Елизавете достопримечательности. Организовал экскурсию по залам Кремля и сводил в Большой театр. Потом королева отправилась в Петербург. Там побывала в Эрмитаже и увидела Петропавловскую крепость. А закончился визит праздничным банкетом. Я тогда увидел, что королева подарила какой-то ящик Найнеосифу. Королева узнала, что Найнеосиф, она очень любит сад, огород. И она подарила семена растений из своего королевского сада. Там вот в ячейчках были семена. Елизавета улыбалась и дарила подарки. Но оказалось, это все лишь формальная вежливость. Она не изменила агрессивной риторики по отношению к нашей стране. Это был первый и единственный визит королевы Великобритании в Россию. Британцы долго не могли простить Чарльзу и Камиле гибель принцессы Дианы. Но в итоге женщина сумела доказать свою преданность возлюбленному. Пиар-служба усердно работала над отмыванием репутации скандальной парочки. Королевский биограф издал книгу об их многолетней истории любви. Газеты восторгались стилем Камилы. В 2005-м сыграли свадьбу. Паркер Боулс стала герцогиней Корнольской. Из разлучницы и интриганки она превратилась в народную любимицу. Елизавета была довольна. Камила, да, была таким. Человеком зло, который будет разрушать эту семью. Но при этом за последние 10-15 лет, благодаря своей какой-то деятельности с его фондами, благотворителями, она, наверное, исправила свой имидж. А вскоре в королевской семье грянул очередной скандал. На этот раз отличился средний и самый любимый сын Елизаветы Эндрю. Его заподозрили в дружбе с Джеффри Эпштейн, бизнесменом, осужденным за торговлю юными девушками. Мужчина превратил один из своих островов в Карибском море в эксклюзивную закрытую резиденцию для богатых и влиятельных клиентов со всего мира. Гостей в секс-туре доставляли на частном самолете, который прозвали Лолита-экспресс. Одна из тех самых девушек заявила, что принц Эндрю трижды изнасиловал ее, когда ей было всего 17 лет. Секс с принцем это было страшное время в моей жизни. Я подвергалась насилию со стороны королевской семьи. Вирджиния Джуффри подала в суд и потребовала компенсацию за моральный и физический вред. Сам Эндрю отрицал обвинение, но в сеть попало фото, где он обнимает девушку. Какой гонорар получил принц Гарри за скандальное интервью о тайнах своей семьи? Правда, что принц Филипп едва не убил человека. О чем перед смертью попросила свою дочь Елизавета II? И почему королеву хоронили в закрытом гробу? С кем Дэвид Бэкком фотографировался в очереди на прощание с монархом? Какие традиции британского двора кажутся странными и дикими современному человеку? Дальше будет больше! Интересно, интересно, интересно. Я даже не буду гадать, что с тобой произошло. Ты меня хочешь за кейлер? Премьера. Крепкие орешки. Новые серии. Воскресенье. 8.45. Только на пятом. Чё? Чё? Ничего себе цена! В Дикси. Сардельфи. Мясницкий ряд за 129.90. Эти дайд, пашки. А как там Рекс? В Бляре, а это на тормахе что? Что? Полоски пропадают? Возьмите мои. Чтон скил две порции корма, зараза. Непрерывный интернет Билайна с тобой везде. Подключайся. Билайн, 30 лет на твоей стороне. В ленте гарантия лучших скидок. Шампиньоны 159.99 за килограмм. Лента. Творог Савушкин создан самой природой, где прозрачные реки и чистый воздух. Творог Савушкин сделан из свежего молока, поэтому он натуральный и вкусный. Савушкин всегда свежий творог. Присмотрись в Опер Джуниор. Нагетсы, сырные медальоны и Цезарь Кин. Все они по 99.99, только в Бургер Кинг. Закупайтесь выгодно. Кофе Эгоист со скидкой 50% на впрок.ру А101. Квартиры в молодой Москве. Ипотека от 3% без удорожания. Подробности на сайте А101. Никому не говорите, но моя мама волшебница. Блинчики в 100 раз вкуснее, когда она добавляет кусочек волшебного масла. Сменялись века, но секрет масла Брест-Литовск и традиции его рецептуры оставались неизменными. Масло Брест-Литовск. Волшебный вкус. В ленте гарантия лучших скидок. Шампиньоны 159.99 за килограмм. Масло Брест-Литовск. А как там Рекс? Гуляли, а это на тормозе что? Что, полоски пропадают? Возьмите мои. Что он съел две порции корма за раз? Непрерывный интернет Билайна с тобой везде. Подключайся. Билайн, 30 лет на твоей стороне. Выбирай счастье. Выбирай Инди-Лайт. Зеленая линия в перекрестке. Натурально и полезно для здоровья семьи. У него была всегда плохая репутация. Начиная с самых малых лет он проявлял себя своевольным, беспечным, непослушным, избалованным ребенком. Потом он повзрослел, он заработал репутацию бездельным, который все свое время проводил на полях для Гольфа. Британцев возмутил этот скандал. Королевская семья жила и отдыхала на деньги налогоплательщика. Народ стал задавать вопросы. Елизавета II была в ярости. Она так долго выстраивала репутацию Бинзора. Принесла столько жертв ради британской короны. А сын все испортил. Они не должны быть замешаны ни в каких скандалах, тем более скандалах, связанных с изнасилованиями. Уважение людей, пиетет людей тоже растворяется. Соответственно, мы можем прийти к тому, что монархия просто исчезнет. К тому моменту бабушку радовал только старший вновь. Уильям женился на Кейт Миддлтон, скромной и воспитанной девушке, которая сразу очаровала всю семью. Правда, по словам однокурсника принца, Кэтрин не так проста, как кажется. Ведь ее путь в Букингемский дворец был тщательно спланирован. Кейт посещала благотворительный показ мод, который назывался «Донт Волк». Я даже помню, что на ней было надето. На ней было очень сексуальное, очень смелое, очень прозрачное платье. Уильям смотрел только на нее. И так начался роман. Но британцам было все равно, как именно Кейт завоевала сердце Уильяма. Они обожали ее. Жене второго принца повезло меньше. В 2018 году Гарри женился на американской актрисе Меган Марк. Еще в начале их романа девушка подвергалась постоянной критике и сравнениям с Кейт. Кейт своей общественной деятельностью и работой на нише благотворительности за многие годы заслужила уважение простых англичан. В то время как Меган утомила людей своим поведением. А спустя два года после шикарной свадьбы супруги заявили, что отрекаются от обязанностей членов королевской семьи и переезжают в США. Там они дали откровенное интервью Опре Уинфри, где рассказали о тяжелой жизни монарши Хассо. Это очень низкий поступок, очень некрасивый по отношению к королеве Ильзади Второй. Меган говорила, что у нее забрали все документы. Паспорт, водительское удостоверение, а также банковские карты. Ей не разрешали видеться с друзьями и запрещали работать. Девушка ощущала себя загнанной в ловуку. У нее развилась депрессия и стали появляться мысли о самоубийстве. Я просто не хотела больше жить. Меня нельзя было оставлять неедине с собой. А когда Маркл была беременна, ей прямо сказали, что ребенок не получит титула. По словам Герцогини, в королевской семье переживали, что у малыша будет слишком темная кожа. По информации СМИ, скандальное интервью помогло Гарри и Меган увеличить семейный бюджет. Ведь они получили за него гонорар 9 миллионов долларов. После этого интервью большая часть британцев, наоборот, разочаровалась в этой паре. Разочаровалась даже в самом принце Гарри. И если в случае с этим скандальным интервью претензий к Меган Маркл нет, она не член королевской семьи, то вот к нему, конечно, есть вопросы и претензии. Не отставал от сыновей и муж королевы. Несмотря на запреты врачей, 97-летний Филипп продолжал сам водить автомобиль. И однажды попал в аварию. Из-за яркого солнца принц не заметил на перекрестке другую машину и врезался в нее. Виновник происшествия не пострадал. А женщина, которая сидела за рулем и ее пассажир, получили травмы. Принц Филиппу нашу любил автомобиль, любил быструю езду. После этого случая королева велела мужу прекратить позорить семью и нанять шофера. Филипп согласился с ее решением. Принц Филипп на меня произвел загадочное впечатление. То есть он такой молчаливый, неэмоциональный, вот просто как при ней. То есть такой вот какой-то, мне кажется, ну, если по-нашему по-русски сказать, подкаблучник. Ни с кем не разговаривает, идет вместе с ней, такой понурый дедушка. В январе 2021-го принц попал в больницу. Ему провели операцию на сердце. Весной мир облетела фото монарха, на которых он выглядел сильно изможденно. Британцы переживали за Филиппа и начали готовиться к худшему. А 9 апреля муж королевы умер в собственной постели во сне. Не дожив буквально два месяца до столетнего юбилея. Мой отец в последние 70 лет своей жизни отдал преданному служению королеве и семье. Вы не можете представить, как сильно я скучаю по своему отцу. Еще при жизни принц Филипп лично разработал сценарий своих похорон. 30 лет назад он даже заказал себе гроб, который был изготовлен из английского дуба. Никакой роскоши, только строгая армейская практичность. В то время мир переживал пандемию коронавируса. Из-за этого на похороны принца были приглашены лишь 30 человек, только самые близкие. Весь мир замер от любопытства. Приедет ли опальный принц Гарри проститься с дедом? В итоге он приехал. Но, по словам инсайдеров, члены семьи были не слишком рады. Уильям даже отказался идти рядом с братом во время траурной церемонии. Он не смог простить родственнику скандальное интервью. Мы понимаем, что он будет членом нашей семьи. На самом деле, не так просто, действительно. Многим придется пожертвовать. Меган Маркл на похороны не приехала. Якобы врачи запретили ей перелеты из-за беременности. Однако многие уверены, герцогиня просто побоялась возвращаться в Англию. Да и сам Гарри не стал задерживаться на родине. Сразу после погребения дедушки он улетел обратно в Америку. Молодой человек даже не остался на день рождения королевы, который был через несколько дней. Вильям был очень зол на Гарри, потому что он и его жена боятся сделать лишний шаг. Произнести летнее слово. А Гарри дает интервью и разносит все семейные тайны по всем телеканалам. Ну какая же это наглость! Елизавета тяжело переживала смерть мужа. Они были вместе 73 года. И несмотря ни на что оставались близкими людьми. А вскоре после похорон королева заболела коронавирусом. Британия волновалась за здоровье монархо. Но она смогла победить болезнь и после карантина вновь вернулась к своим обязанностям. Утром 8 сентября к замку Балмарал в Шотландии, где в последнее время жила королева Елизавета, вдруг стали съезжаться ее дети со своими семьям. Днем в аэропорту города Аберден приземлился самолет с принцем Уильямом. Его брат Гарри спешно вылетел из США. СМИ заподозрили неладное. Вскоре в прессе появилась информация, что смена почетного караула в этот день не состоится. А ведущие телеканалов переоделись в черное. Британцы замерли в напряжении. К вечеру новостные агентства сообщили. Сердце монарха остановилось. В стране началась операция под кодовым названием Лондонский мост. Ведущий в черном галстуке, в черном костюме официально одевает, что... Начинает играть гимн, вся сетка вещаний сразу меняется на неделю вперед. Например, Марат, потом еще дети, внуки, сыновья в военной форме это все. Потом несколько дней на прощание. Согласно закону, новый монарх приступает к полномочиям сразу после смерти предыдущего. На следующий день после ухода Елизаветы, ее старший сын, принц Чарльз, был объявлен королем. Теперь его будут называть Карл Третьим. Правда, только в нашей стране. Для нашей страны Чарльз стал Карлом Третьим. Имена европейских правителей принято произносить с латинским произношением. Но монархи до этого времени старались избегать имя Карла, потому что оно приносило по их мнению несчастье. Карл Первый был казнен. При Карле Втором был великий лондонский пожар и чума. 73-летний Чарльз стал самым пожилым новоиспеченным королем в британской истории. Из-за этого многие даже предполагали, что он откажется от короны в пользу своего сына Уильяма. Но этого не произошло. Впрочем, пока королевские обязанности явно не приносят ему удовольствия. В сеть попали видео, как монарх подписывает документы и очень злится из-за протекшей ручки. Так, как известно, бывший принц Уильский, нынешний Карл Третий, пережил самый длинный период ожидания престола в истории британской монархии. Понимаете, он, наверное, устал от этого. 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е. Сами британцы явно относятся к Чарльзу не с таким пиететом, как к его матери. В прессе вовсю обсуждают внешность короля. Особенно его пальцы, которые сравнивают с сосисками. Интернет заполонили мемы с новым монархом и его руками. Прощание с королевой растянулось на 11 дней. Гроб с ее телом перевезли из Шотландии в Лондон. В процессе усопровождала единственная дочь Елизаветы II, принцесса Анна. Перед смертью Елизавета попросила ее об этом. Сначала ее тело привезли в Букингемский дворец, а потом гроб выставили в Вестминстер-холле. Как мы видим, проводить королеву в последний путь пришли тысячи человек. Очередь растянулась более чем на 6 километров. Люди занимали места за сутки. Например, футболист Дэвид Бэкхэм отстоял 14 часов, чтобы проститься. А заодно сделал несколько селфи с фанатами. Люди радостно позировали со звездой футбола и, казалось, уже забыли, по какому поводу собрались. В последний день прошла церемония под названием «Бдение принца». Сначала дети покойной королевы, а потом внуки в течение 15 минут стояли вокруг ее гроба, словно почетной коровы. Ради этого даже опальным принцам Гарри и Эндрю разрешили надеть военную форму. Судя по всему, это было сделано лишь для эффектных фото в СМИ. На самих похоронах оба были уже в обычных костюмах. По законам англиканской церкви, похороны обычно проходят на 9-й день. Но для погребения монархов существуют свои правила. Поэтому прощание с королевой длилось так долго. Согласно британской традиции, гроб с умершим не открывают. Тело монарха бальзамируют с помощью антисептиков и ароматических масел. А гроб изнутри обивают свинцом. Это делается, чтобы замедлить естественные процессы и предотвратить появление неприятного запаха. Елизавету II похоронили на территории Виндзорского замка, в мемориальной часовне Святого Георгия. Там же покоятся родители королевы и прах ее сестры. А в скором времени туда перенесут и останки принца Филиппа.